В этот раз перед публикой выступило 10 студентов Московской консерватории. По словам их преподавателя, репертуар специально для этого концерта не подбирали, но пьесы оказались одного направления. Так получилось, но в основном будет романтическая музыка. Но может быть весна, и посему хочется романтики. Я не знаю, они будут играть. Это вот Шопен, Лист, Мессиан, Брамс. В общем, романтическая музыка у нас сегодня в программе. В горках ленинских на концертах классической музыки можно встретить публику разных возрастов. Маленькие дети, как правило, редкость, но не в этот раз. Мы с раннего детства с детьми ходим на мероприятия. У нас в Москве есть специальные мероприятия для детства буквально с трех месяцев. Мои девочки привыкли. И начиная где-то с четырех лет, вот Ксении четыре, Аглая шесть, мы начали уже посещать взрослые концерты. Ходим в зал Чайковского, в филармонию. Вера Петрова пианист со стажем. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано при консерватории. Но высшее учебное заведение поступило на композиторский факультет. С детства Вера пишет музыку. Мы обязаны, пусть и не любить, но понимать любую музыку, которая вообще есть, которая написана, потому что из любого произведения можно что-то почерпнуть. Но в числе моих любимых Стравинский. Сейчас я очень увлеклась творчеством Мессиана, которого я сегодня как раз буду играть. Вот вы услышите. Ну, еще люблю очень Прокофьева, Жостаковича. В общем, все как обычно. То, что обычно для студента консерватории, подчас не всегда привычно для публики. Произведения Оливье Мессиана, которые исполнила Вера, безусловно, предназначены для подготовленного слушателя. Особенность этого концерта в том, что перед публикой выступили самые разные музыканты. За роялем в этот раз сидели студенты, играющие на духовых и струнных инструментах, композиторы и теоретики. Во всех музыкальных вузах, приличных, это в обязательном порядке, фортепиано изучают студентов всех специальностей. То есть сегодня на фортепиано будут играть скрипачи, кларнетисты, теоретики, композиторы, понимаете? И это, так сказать, очень важный для них предмет. И они довольно прилично это делают. Общепринятый факт, что игра на фортепиано, как универсальном инструменте, помогает музыкантам различных специализаций полнее чувствовать и понимать музыку. Тем более, что и сам студент принимает активное участие в выборе репертуара. Решение абсолютно мое. Мне просто очень нравится эта музыка. И я пришел к Наталье Деодорнику, моему преподавателю, и сказал, что Наталье Деодорнику, мне очень нравится эта музыка, я бы хотел ее сыграть, давайте мы с вами ее выучим. Она такая, ну, пожалуйста, давайте. Вот и вот так, собственно, сейчас я буду ее играть. Это первый эксперимент подобного рода, дать возможность студентам других отделений продемонстрировать свое мастерство на фортепиано и поделиться им со слушателями. С другой стороны, и сами исполнители приобретают определенный концертный опыт. Фортепиано – это удивительный инструмент, пожалуй, единственный, который дает возможность прикоснуться ко всей мировой музыкальной литературе. Именно вам согласитесь, что как бы гениально человек не играл одну строчку, все-таки это не так впечатляет, как когда звучит вся фактура. Выступления музыкантов в рамках программы «Новые имена Московской консерватории» можно и впредь посетить в Горках Ленинских. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.